Итак, сегодня мы с вами читаем из Бхагавадгиты, глава 7, Знание Абсолюта, и текст 28. Переводы, комментарии, его божественные милости, Ачеба Активиданта, с вами Шалакраупада. Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. В этом стихе объясняется, кто может подняться на трансцендентный уровень. Грешникам, атеистам, глупцам и лицемерам очень трудно выйти из-под влияния двойственности, то есть избавиться от желания и ненависти. Только те, кто в течение многих жизней соблюдал религиозные заповеди, совершал благочестивые поступки и освободился от последствий своих грехов, может встать на путь преданного служения и постепенно обрести чистое знание о Верховной Личности Бога. Со временем такие люди полностью погружаются в мысли о Верховной Личности Бога и входят в состояние транса. Так они поднимаются на духовный уровень. Достичь этого уровня можно действуя в сознании Кришны и общаясь с чистыми преданными, ибо такое общение освобождает человека из плена иллюзии. В Шримад Бхагаватам, в пятой песне, пятой главе, втором стихе сказано, что тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен служить преданным Господа. Махатсеван тварам ахур вимукте. Тот же, кто общается с непреданными, а с материалистичными людьми, прокладывает себе дорогу в темнейшие сферы бытия. Преданные Господа путешествуют по земле с единственной целью – освободить обусловленные души из плена иллюзии. Имперсоналисты не понимают, что, забыв свою изначальную природу, живые существа отказываются признавать над собой власть Верховного Господа и тем самым совершают чекчайшие преступления против законов Бога. Лишь вспомним свое изначальное положение, живое существо сможет постичь Верховную Личность и с решимостью посвятить себя трансцендентному любовному сложению Господа. И еще раз стих. Перепод. «Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне». Субтитры создавал DimaTorzok В предыдущем стихе, предшествующем стихе Господь говорит об Ичхадвеша «Самудхина». Он говорит, что опыт Омакбараты, покоритель врагов, все живые существа появляются на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. И в комментарии Шилла Пропад объясняет нам, что проблема наша заключается в том, что мы хотим стать Богом. И мы ненавидим тот факт, что нам этого не дано. Поэтому нам очень нравятся люди, которые нам говорят, что мы можем стать Богом. И нам не нравятся люди, которые нам говорят, что нам этого не положено. «Каждый хочет думать о себе, что я такой замечательный и практически самый замечательный, самый замечательный во всей вселенной». Это называется иллюзия. И как Господь Кришна объясняет нам, что мы не есть это тело, поэтому у нас может быть самое красивое тело во всем мироздании, но это не означает, что мы самые замечательные, потому что мы все еще остаемся размером одной десятитысячной кончика волоса. Вопрос, которым мы задаемся, продолжать ли нам впадать в иллюзию, думая, какой я замечательный, и вместо того, чтобы выяснить, насколько замечательный Кришна. Чтобы узнать, какие замечательные мы с вами, мы с вами делаем различные попытки. Но результат этих попыток таков, что мы просто более или менее теряем свое время. Как я вам уже приводила аналогию, что несмотря на то, что ребенок может играть на берегу океана и строить замок из песка, воображая, что он или она, они являются господами этого замка из песка, но в конце концов придет прибой, и он смоет этот замок ребенка, и мама придет и заберет ребенка. Все это исчезает, вся эта сцена исчезнет. Подобным же образом мы с вами строим эти замки из песка в материальном мире, которые постепенно исчезают. И в то же время мы с вами провозглашаем себя господами, контролирующими, владельцами, наслаждающимися различными замками из песка в этом материальном мире, которые рано или поздно будут смыты при воем. Это и называется иллюзией. Основополагающая вещь в этом всем, что люди интересуются, Шила Пропада говорит нам, то, как улучшить эту иллюзию. Как Шукады Богослами объяснял Махараджа Парикшиту, что он был очень счастлив, что Махараджа Парикши заинтересовался тем, чтобы выяснить, какова его обязанность из-за того факта, что ему придется скоро умереть. И поэтому Парикшида Махараджу сказали, что ему 7 дней осталось жить. Ему очень повезло. По крайней мере, он знал, сколько дней ему осталось жить. Но, конечно же, мы с вами не знаем, когда наше время настает. Никто не знает, сколько он будет жить. Никто здесь не остается надолго. Это же Кали-юга. Но все же Ютвистиро Махарадж, когда он разговаривал со своим отцом в форме Якши, его отец Ямарадж принял форму Якши, который задавал ему различные вопросы. Один из 100 вопросов, на которые он отвечал, Ютвистиро Махарадж, там и Якши, один из этих вопросов был, что на земле самое удивительное. И, конечно, обусловленная душа всегда думает, что самое удивительное на земле – это он сам. Но Ютвистиро Махарадж с ним не согласен. Он ответил на этот вопрос так. Он сказал, «Хани Агани Бутани». Кстати, если вы можете, включите, пожалуйста, видео. Мне это очень понравится. Для меня это настолько более вдохновляюще разговаривать с людьми, которых я вижу вживую, вместо того, чтобы разговаривать с экраном. Если вы когда-нибудь давали лекцию, вы меня поймете. Если можно, пожалуйста, включите свое видео. Если это не слишком постыдно или у вас плохое видео подключение. Итак, Махарадж Ютвистиро говорит, что самая удивительная вещь, что в каждый момент мы видим, что столько живых сейчас попадают в чрево-смерти, но все остальные, остающиеся позади, думают, что они будут жить здесь. Ну, по крайней мере, не вечно, но долго. Господь Брама всего-то 311 триллионов лет живет. И он уже полжизни прожил. Это часть нашего с вами заблуждения, что мы с вами не осознаем, что мы духовная личность и что мы живая энергия Кришны и проживаем эту жизнь без того, чтобы осознавать, насколько он замечательный Кришна и что все находится во взаимоотношениях с ним. Вместо этого мы пытаемся выжить. И мы думаем, что это тело венец творения. И что все, что его окружает, это и есть венец творения. Но в духовном мире человек не считает, личность не считает себя венцом творения. Потому что он осознает, насколько замечательные личности его окружают. И он влюблен во всех его окружающих, во все его окружающее. Потому что он видит все, что его окружает, и всех, кто его окружает во взаимоотношениях с Кришной. И автоматически это ставит его в позицию смирения. Самая смиренная, преданная во всем духовном мире, это Шима Тирадарани, потому что у нее больше всего любви ко всем остальным. И куда бы она ни посмотрела, она влюблена во все, что вокруг нее находится. Потому что она видит все во взаимоотношениях с Кришной. И как только она видит, насколько все вокруг замечательно, она чувствует себя такой незначительной. В материальном мире здесь говорится о приятии и ненависть. Кто-то смотрит вокруг себя в этом материальном мире и думает, вот этот человек лучше, чем я. Как мне стать лучше, чем он? И если у меня не получается стать лучше, чем он, как можно убрать его с моей дороги? Поэтому менталитет наш в духовном мире полностью противоположен тому, что есть в духовном. Чтобы скорректировать такого рода менталитет, есть процесс, о котором мы сейчас с вами говорим. Итак, здесь также говорится в комментарии, что есть люди определенные, которые не хотят скорректировать свой курс. И чем больше они вовлекаются в эту иллюзию, тем больше она им нравится. И заблуждением считается то, что они продолжают совершать свою греховную деятельность. И греховная деятельность, в свою очередь, является причиной нашей иллюзии. Итак, для того, чтобы выбраться, первое, мы должны следовать к религиозным принципам. В материальном мире, в общем, каждый пытается вообразить себя либо Радхой, либо Кришной. Вы много раз уже от меня это слышали, но и от Шилаппалпады так говорит. И во всех этих 8 миллионах, 400 тысячах форм жизни, каждый попытается стать либо Радхой и Кришной, либо Ромео и Джулетой. Либо Тардзаном и Джейн. Или Микки Маусом и Мини Маусом. Это место, где мы воображаем всегда, что ничем иным, чем Кришна и Миша Матери Твора. Ни кем иным. Проблема заключается в том, что метод, который мы для этого используем, он греховный. Другими словами, чем больше вы вовлекаетесь в незаконный секс, тем больше вы впадаете в иллюзию. И ваше эго все больше позволяет вам думать о себе как о контролирующем и хозяине всего. И естественным образом вам приходится есть вещи, такие как мясо, чтобы поддерживать свою энергию и употреблять интоксикации, чтобы вы смогли переварить то, что вы съели. Потому что кишечник живого существа не приспособлен к тому, чтобы это переварить. Ну, если вы, конечно, не Бхимасена. Наш желудок очень слабый по сравнению с животным. И поэтому для того, чтобы нам переварить что-то, нам приходится еще интоксикации сверху заливать, чтобы переварить. И когда мы с вами опьянены интоксикациями, тогда все вокруг и все вокруг выглядят очень красивыми для нас. Поэтому религиозная жизнь означает постепенно отрегулировать деятельность человека. И единственное, как он может это сделать, это жить урегулированной жизнью, развивая в себе хорошие качества, такие как аскетизм, милость, правдивость, чистота. Чистота не означает внешне быть чистым, это также означает внутреннюю чистоту. Не желать больше, чем вы можете вместить в наслаждение чувств. Наслаждение чувств присутствует всегда для того, чтобы поддерживать сердце, извините, тело, но для того, чтобы функционировать, превосходящие наши возможности наслаждения чувств нежелательно. Поэтому для того, чтобы жить человеческой жизнью, нужно хоть какие-то базовые принципы религиозные соблюдать. И если вы не следуете, то наше общество вместо того, чтобы быть человеческим обществом, становится обществом мудха, думает, что если мой живот полный, то моя жизнь полна и я полностью успешен в нем. Если я так или иначе могу наслаждать свои чувства, то мой день прошел не зря. Если кто-то работает в этой жизни под руководством свыше, которого очень сильно не хватает в этом мире, это все же будет религиозной организацией. Но даже в таких религиозных организациях у них все равно серьезный недостаток понимания того, что такое на самом деле религиозные принципы. И они зачастую не могут своим последователям объяснить, что нужно избегать плохого общения. И они не могут дать им могущество духовное, с помощью которого они могут контролировать свои чувства. и принять на себя то, как контролировать чувства, а не быть контролируемыми ими. Мы знаем с вами, что наше убежище в Кали-югу – это воспевание святых умов. Мы можем попытаться контролировать свои чувства, другими словами, не стать жертвой того, что мы будем жадные или похотливые и так далее. Знание не может спасти нас, просто знание, если оно не имеет отношения к грешни, теоретически мы, может быть, знаем, что удовлетворение без необходимости чувств или нерегулируемое удовлетворение чувств – это не принесет нам удовлетворение ни в духовном смысле нематериального здоровья. мы не можем так же полностью избегать удовлетворения чувств. Как мы знаем с вами, высший вкус в этот век нам может дать только без оскорбления повторять святое имя. И что, может, нам начало тому дает тринадопись уничтена? То есть, если мы с вами должны понимать, что мы не должны зависеть от других, от их реакции на наше тело, грубо или тонко, если мы будем так реагировать на других людей, мы будем либо хуже, либо лучше, чем другие. Но это все равно станет причиной нашей гордости. Если кто-то лучше, чем мы, мы будем завидовать им. И по природе материальная энергия, по закону материальной природы мы начнем гордиться, и наши чувства будут еще больше требовательны к нам. Кто может сказать нам... Представьте, вот Дакши Махараджи, например, сколько он совершил аскез и во всем, во всей вселенной. Просто даже невозможно представить себя. Представьте, что кто-то был облечен таким могуществом, чтобы зачать 10 тысяч детей или даже больше. Можете себе представить, каким могущественным нужно быть материальной энергией, чтобы это сделать? Но, к сожалению, он позавидовал Господу Шевей, и это создало огромную проблему для него и для его последователей. Потому что он думал о себе после столького совершения аскез, после столького подвижничества, он все еще думал о себе, что он независимая личность, которая абсолютно отделена от Кришны и отделена от прежних Кришны. Он себя сравнивал с Господом Шивой и думал о себе, что он более важен. И с точки зрения материального, он выглядел более возвышенным, чем Господь Шива, только в материальном смысле, но никак не в духовном, потому что Господь Шива является возвышенным Махаджаном. И несмотря на то, что Дактси был таким возвышенным, из-за небольшого вот этого проблемы, что он позавидовал, к чему это привело, что теперь у него голова козла. Если у кого-то есть голова козла, и при этом вы главный, основной праджапати всей Вселенной, это, знаете, вот, ну, можете себе представить в зеркало, на себя посмотреть, и вместо того, чтобы увидеть свое красивое личико, вы увидите в зеркале голову козла. И если у вас голова козла, это еще не значит, что можно есть все подряд. Нет. Мы на самом деле особо ничего не выиграем, если у нас голова козла. И даже если вы самый красивый козел из всех козлов, все равно большинству людей вы не будете казаться таким уж привлекательным. Так Дакша стал смиренным и скромным, и совершил определенный духовный прогресс, но недостаточный для того, чтобы он утвердиться на пути духовного прогресса. Ну, по крайней мере, он понял после такой серьезной трудности, что когда Берабадра пришел этот демон, который послал Господь Шива, что он понял, что это милость на самом деле из-за того, что он проявил столько гордыни, я, я, вот что там уже о нас говорить, когда мы не можем, не то что оскорбить Господа Шива, мы в него вообще не верим. И жизнь в материальном мире сейчас означает оскорбительное отношение по отношению ко всем. Если мы, по крайней мере, теоретически не признаем тот факт, что каждый, кто занимается преданным служением, заслуживает нашего уважения. Как говорится, в «Нектаре наставления», что он преданный, который воспевает свое имя, мы должны оказывать ему почтение в уме. Тот, кто инициирован, с теми мы должны кооперировать. То есть, что человек инициирован, означает, что он пытается отказаться от своего нужного эго и пытается очистить свое сердце. А также человек должен с решимостью служить чистому преданному, и его, чье сердце лишено склонности критиковать других. И еще нам также советуется читать книги Шила Павлопада. Мы думаем, что эти книги написаны человеком, который умер давным-давно. Поэтому это было написано для другого поколения, и они уже давно не правы. Шила Павлопада говорит нам, что «Ошибается тот, кто смерти Ваишнава толкует, ибо жизнь продолжается в звуке, умирая Ваишнава, живут, оживя всему миру имя святое здоровье». Шила Павлопада присутствует в своих книгах, и подобно тому, как он присутствовал в своей физической форме на этой планете, Ване на самом деле более важно, чем Вапу. Несмотря на то, что Ваня может показать нам с вами отличный пример того, как чистый преданный живет в материальном мире, в Апу, извините, но в Ване, мы также можем видеть этот пример. В то же время Шила Павлопада может с нами в любое время, везде, при всех обстоятельствах, быть рядом с нами, если мы будем с вами изучать его книги. В особенности в Искон, учитывая возвышенный пример Шила Павлопада и то, с каким профессионализмом он проповедовал, как он философию преподавал нашу замечательную. Это очень важно для нас с вами изучать эти книги Шила Павлопада, чтобы мы могли использовать их в наших взаимоотношениях, в особенности в преданном служении Кришни, в наших отношениях с другими преданными, и понимать, из них черпать это понимание того, чтобы помочь непреданным стать преданными, что есть необходимость в этом, и избегать людей и вещи, которые отвлекают наш шум от Кришни. В особенности это касается взаимоотношений с непреданными, которые здесь называются отвлекающими факторами в этом стихе. Нет ничего, что поможет нам деградировать быстрее, чем общение с материалистичными людьми. Конечно, когда мы проповедуем, когда мы пытаемся помочь невинным, не принимая при этом их общение, пытаясь дать им общение с Кришной и Шилой Павлопадой, поэтому когда мы даем им это общение с Кришной и общение с Шилой Павлопадой, результатом этого является то, что мы также получаем общение с Кришной и с Шилой Павлопадой, вместо того, чтобы общаться с теми, кому мы это даем. А с другой стороны, если мы не попытаемся помогать невинным людям, результатом этого будет то, что мы с вами станем чертами. Мы можем думать, что мы такие особенные. И в каком-то смысле это правда преданные и особенные. Но с другой стороны, их особенность заключается в том, когда они искренне принимаются помогать невинным. Если бы Шилой Павлопада не пришел помочь нам с вами, не было бы смысла в нашем существовании. Поэтому Кришна говорит, что истинные йоги – это тот, кто видит истинные качества живого существа, будь они в стрессе, в дистрессе или будь они в счастье. В предном служении, когда мы счастливы из-за того, что мы получаем милость, которую дали нам другие, а другие люди находятся в сложных ситуациях, потому что они еще эту милость не приняли или не получили ее. Поэтому, может быть, с материальной точки зрения выглядят наши обстоятельства не самыми лучшими, но мы должны с вами принять эту милость, которая дана нам в форме этих наставлений, в особенности тех наставлений, которые оставил нам Шилу Павлопада, чтобы мы могли с вами возвыситься, возвысить себя посредством этого процесса. И в особенности в наших отношениях с преданными, в наших отношениях с Кришной, в наших отношениях с невинными или с непреданными, мы все же должны сохранять чисто хорошее общение, избегая плохого общения. Мы можем с вами общаться с Кришной даже и быть очень счастливы в сознании Кришны, или мы можем все равно отправиться к Кришне, но под влиянием других гунт природы, как эта знаменитая песня. «Эй, Кришна, дорогой, дай мне домик, дай мне жену, дай мне денег, джай-джагадиша-хари». Это рифмуется по-английски. «Дай мне домик на берегу, дай мне хорошую жену, дай мне денег, дай джай-джагадиша-хари». Кришну, мы смотрим на него, как будто он Дед Мороз, который должен был прийти в детстве. Но почему-то Дед Мороз не пришел через печку, через камины, не принес мне подарки, которые я хотел во время Крисмаса, а теперь он мне должен найти подарки. Или мы все-таки можем отнестись к Кришне как самому любящему, любящей личности, нашему лучшему другу, и войти во взаимоотношения с ним, потому что Кришна существует для нас только во взаимоотношениях, любви и служения. И у него есть бесконечная любовь. И когда мы даем ему немножко нашей любви, мы сможем испытать бесконечное количество его любви. По крайней мере, для нас это будет бесконечностью. И на самом деле, многого-то от нас не требуется. Все, что от нас требуется, это дано нам через милость. Шича и Тани, Маха в праву, воспевание святых времен. Поэтому, но все же воспевание должно быть чистым, чтобы мы хотя бы какой-то, на секундочку, увидели, что такое чистое предное служение. Чистое предное служение, если мы с вами увидим хотя бы немножко, это вдохновит нас продолжать. Как здесь объясняется, если мы просто увидим хотя бы на секундочку различные уровни предного служения, нас это вдохновит перебраться с одного уровня на другой. Если мы будем ценить, что такое принятие на себя добровольного подвижничества, как, например, когда придет время соблюдать Экадыши, мы будем с вами ценить это и ценить то, что нам дает чистота. Мы не будем смотреть на свои грязные руки и думать, зачем мне мыть их еще раз, пару часов назад, и я их мыл нормально. Нет, мы помоем их опять. Или милость, о которой идет речь, когда у нас есть возможность с вами быть занятым в распространении книг или выйти на Харинаму, или раздавать просадам, или просто прийти на лекцию, или послушать другого преданного, который рассказывает о своих реализациях про Кришну. Если мы дадим милость преданным, когда мы слышим, слушаем их, вдохновлять их своим слушанием, или дать преданным, которые еще не поняли свои отношения с Кришной, возможность развивать свои отношения, или если мы просто пытаемся ассистировать другим преданным на их духовном пути, не только непреданные они невинные, но и преданные тоже невинные. Им нужна такая возможность. Мы также можем с вами из этих разговоров понять больше о Кришне, если у нас с вами правильное будет к этому отношение. И когда мы говорим с вами о правдивости, правдивость заключается в том, чтобы оставить свое ложное эго, и принять тот факт, что мы всего лишь десятитысячные кончиков волоса, и все, на что мы можем надеяться, это удовлетворить Кришну каким-то образом. И если мы общаемся с Кришной, находимся в общении с Ним и с Его представителями, принимая прибежище в наставлениях Шилы Прабхады и в Его книгах, если мы прибегаем, просим прибежище у сверхдуши, в нашем сердце, пытаемся служить преданным, тогда, в особенности, через чтение книг, через повторение махамантропа и служение божествам и преданным, если мы пытаемся одухотворить атмосферу, в которой мы живем, не пытаться. Может быть, мы с вами посвятим несколько минут планированию, что мы должны сделать в течение дня, вместо того, чтобы быть ленивыми, просто сказать, а посплю просто, есть время. Нет, мы должны с вами пытаться быть активными, и так мы будем с вами постоянно осознавать то, что мы слуги Кришны. Это не то, что мы будем совершенным образом служить Ему, но, по крайней мере, мы будем знать, осознавать, что это наше место, служить Ему и таким образом преодолевать препятствия в своем уме. И жить мы должны с вами благочестиво. Благочестие означает в преданном служении. Практически это означает, что за пределами совершения преданного служения нет ничего благочестивого. Мы, может быть, можем помочь старой бабушке перейти через дорогу, но если ее целью является пойти в магазин и купить говядину для своей семьи, это не очень хорошее. Продуктивно. Это не очень продуктивное использование нашего времени, потому что мы с вами становимся частью ее кармы за то, что она купила говядину. А с другой стороны, если мы с вами окажемся в этот момент на Харинаме и будем воспевать или распространять книги, или раздавать в простат, или делаем какое-то служение преданным, или даже если мы дома просто поклоняемся Кришне или его фотографии, это на самом деле самая возвышенная благочестивая деятельность. Результатом этого будет, что мы с вами сможем попасть в непосредственное общение с Кришной. Смотрите, Джамила, когда он был мальчиком, он был очень порядочным браманом. Это означает, что он был в одноимотношении с Вишну. Он был истинным браманом. Когда личность является истинным браманом, он постоянно находится в общении с Вишну посредством служения ему. То есть он обрел сознание Кришны, совершая браманическое служение, будучи мальчиком. Поэтому в момент смерти ему повезло, Кришна так все устроил, что он назвал одного из своих сыновей Нарая. И поэтому в момент смерти он с чувством позвал своего сына Нарая. Но вы знаете, как бывает, возникает какое-то воспоминание. Он, когда произнес имя этого сына, он вспомнил о своем поклонении Вишну в молодости. И тогда Вишнадуты явились перед ним и спасли его. Поэтому процесс предного служения такой замечательный, он никогда нас не оставит и не подведет. Поэтому, если мы даже немножко прогрессировать с вами будем в религиозной жизни, совершая предное служение, то постепенно, постепенно мы сможем преодолеть влияние своих греховных реакций. Как объясняется здесь. Преодолеть греховные реакции не означает, что мы просто берем и разрубаем свои греховные реакции сабли. Бхакти Сиданта Сарасвати говорил, что я верю, что утром вы должны бить свой ум тапком и вечером вы должны бить его вечером также с помощью метлы сто раз. Что он имел в виду это в переносном смысле, а иначе у нас будет очень много преданных, которые будут абсолютно без без сознания, потому что они упасят свой ум в преданном служении. Что это означает на самом деле? Это означает игнорировать свои материальные желания, потому что они настолько незначительные. И мы сможем это делать из-за того, что мы испытываем более высший вкус в сознании Крестной. Из-за нашей веры процесс мы будем с вами очень легко игнорировать все, что приходит нам на ум. И мы таким образом можем с вами преодолеть их влияние, фокусируя свой ум на Кришне и преданном служении Ему. И таким образом Кришна уберет из нашего сердца эти нежелательные желания и деятельность. Он обещает нам, что Он даст нам разум. если мы с вами будем следовать преданному служению с энтузиазмом и стабильно, Он даст нам разум, как нам преодолеть все вещи, которые нас склоняют против преданного служения и все, что нас сталкивает на восприятие материальной концепции мира. и когда Он видит, что мы искренне с вами пытаемся продвигаться на этом пути, несмотря на все трудности, которые встречаются на нашем пути, Он явит себя в нашем уме, в нашем сердце и посредством Его присутствия эта зависть, жадность, похоть в нашем сердце, они все уменьшатся. И вся эта иллюзия или самообман, который у нас есть внутри, он исчезнет, и нас не будет интересовать ничего, кроме Кришны. Когда мы испытываем Кришну, когда мы непосредственно испытываем Кришну посредством этого просветления внутри, мы с вами поймем, что Он является тем самым объектом, который я всегда искал для моей любви. И поэтому эта склонность отвлекаться на что-то остальное, она очень сильно снизится, и мы будем испытывать любовь и счастье. И мы не увидим с вами, что любовь и счастье можно испытать где-то за пределами сознания Кришны. И это то, как мы с вами преодолеем влияние греховных реакций, принимая прибежище у Кришны. Или как Кришна говорит Арджуне, «Утишха-Утишха-Бхарата». «Утишха-Утишха-Бхарата». Те сомнения, которые мы полно по сердцу сейчас, разруби их мечом знания о Бхарата, в восстание сражайся. Наше с вами сознание Кришны, наш процесс сознания Кришны, наше умное настроение сознания Кришны, это величайшая возможность стать великим героем. Величайшие герои в материальном мире это преданные, преданные, которые повергли, победили материальную иллюзию, потому что когда они победили эту иллюзию или и есть самая худшая вещь, которая может случиться с миром, это то, что мы забудем о Кришне. И этот процесс есть победить, преодолеть эту иллюзию. И поэтому, как объясняется в этом стихе, мы можем с вами победить преданные и даже имперсоналисты могут победить эти греховные греховные последствия своих греховной деятельности и действовать благочестиво посредством предного служения. Даже имперсоналисты, они получают такого рода освобождение, но без того, чтобы подняться на уровень чистого предного служения, их деятельность все равно не будет величайшей. Она будет просто примитивной. Они их деятельность не даст вечного результата и также не приведет к высшим формам, высшей платформе предного служения. Поэтому, несмотря на то, что мы проходим через системы варны, ашрама или приходим к высшему уровню сознания Кришны, очень четко понятно, что ожидается от этого Кришна объясняет, что чем больше мы поднимаемся на платформу лунной благости, тем больше мы склонны принимать то, что помогает нам в сознании Кришны. И чем больше мы с вами согласны на то, чтобы оставить вещи, которые нас отвлекают от сознания Кришны, тогда наша вера, она будет все больше и больше помогать нам, она будет защищать нас от того, чтобы падать на низшие формы сознания. И в этом процессе мы будем с вами испытывать, какие отношения у нас с Кришной. И когда мы с вами в конце концов постепенно поймем, насколько замечательны Кришна и его преданы, у нас с вами разовьется настоящее смирение, и у нас не будет с вами никакого интереса помимо интересов Кришны. Это замечательный процесс. Если мы будем с вами осознавать, понимать, что мы с вами делаем на самом деле, и действовать согласно этому процессу, то постепенно у нас будет пробуждаться более высшее сознание, и мы с вами сможем постепенно понять, насколько ценен этот процесс, как Шила Прабхупада и Ачари, и все представители, которые дали нам этот процесс, и мы получим самое высшее благо, которое только возможно получить в человеческой жизни. Поэтому мы всегда должны пытаться соискивать постоянно общение с великими предными, как, например, Шила Прабхупада через чтение его книг, исследование его наставлений, а также общение с предными, которые следуют его наставлениям. Это будет доставить удовольствие Ачариям. И таким образом вы послужите всем живым существам, не только самым великим живым существам, но и тем, кто пока что только пытается. И не только Ачари будут довольны нашим служением, но и мы будем счастливы такого рода служения. На этом я закончу. есть ли вопросы или комментарии? Я вижу, кто-то поднимает ручку. Кто-то руку поднял? Итак, Рада Говинда Дэвидаси, расскажи нам, что ты поняла о сегодняшней лекции? Есть ли реализации какие-то? я поняла, что очень важно читать книги Шива Пропада. Это поможет нам не только продвинуться, нам продвинуться, но это также поможет другим продвинуться в сознании Кришны. И что это нужно очень срочно делать. Это так, что очень срочно нужно помогать невинным в сознании Кришны. Для этого Шива Пропада приехал в эту часть мира, и за это мы должны быть благодарны Ему. Кто-то еще хочет поделиться своими реализациями? Вопрос можно? Думаю, хорошо. Я руку поднял, у меня есть вопрос. Я не вижу. Если вы подняли руку, пожалуйста, пускай она показывает, что вы подняли руку. Терхопады, ты что-то хотел сказать? Как Майя, насколько она хороша в том, что она делает? Это моя реализация? И что нам мы должны стать улучшить свое слушание? Да, Майя, она профессионал, потому что она преданная Кришне. Но Шива Пропада сказал, нам не нужно слишком долгое время спускать на то, чтобы прославлять Майю. Мы должны прославлять Кришну. Шива Пропада сказал, одна из проблем их вопоследователе, что они недостаточно боятся Майи. Поэтому нам с вами нужно озаботиться тем фактом, что в любой момент это тело меняется, и оно не становится моложе, что мы должны стать более серьезными, прежде чем мы оставим это тело, чтобы мы убедились, что нам не придется возвращаться обратно в это тело, и что мы будем с Кришной в духовном мире. Поэтому надо каждый день пытаться хоть немножечко продвинуться, понимая, что Майя кто она есть, и все время выбирать Кришну. когда мы будем понимать, что это наш выбор делать это для Кришны или делать это для Майя. И если мы все чаще будем выбирать Кришну вместо Майя, то мы также получим полное удовлетворение. Что это означает, что принимая приближище у Кришны, мы превозмогаем влияние Майи. Большое спасибо. Майя, Майя, задаю вопрос. So the last line of the commentary says that unless one is reinstated in his own constitutional position, it is not possible to understand the Supreme Personality to be fully engaged in his transcendental loving service with determination. Do I understand this correctly, that there is a direct relationship between our understanding of our own position and understanding of Krishna's position. And the understanding of our position and understanding of his position is actually the one thing that gives us a determination. Is there a direct correlation? Do you have to translate that in Russian? Yeah, I have to. Yeah, I have to. Sorry. Thank you. Итак, мой вопрос был в том, что последняя строка этого комментария говорит, что лишь вспомним свое означальное положение, живое существо сможет постичь верховную личность и с решимость посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Oзначает ли это, что есть прямая зависимость между пониманием своего положения и пониманием верховной личности Бога, есть ли прямая зависимость между этим? И является ли это понимание основой обретение решимости. I'm done. Thank you, Мария. Итак, вот почему в Нектаре преданности Пшила Прабхапада говорит нам о том, что в момент инициации непосредственная связь с Кришной, она установлена. Это когда человек инициирован, до того, пока он инициирован, этого связи нет. Поэтому, когда мы говорим об инициации, я не говорю о формальности, что банан вы положили в агонии, что вы инициированы. Если мы не принимаем свое имя как Даса, Даса, Анудаси или Даса, Анудаса, то это не является истинной инициацией. Пшила Прабхапада в одной лекции говорит, что инициация означает, что мы должны оставить свое ложное эго и принять идентификацию в слуги Кришны. И это то, что мы пытаемся культивировать. Просто становясь инициированным, несмотря на то, что предшествующий процесс перед инициацией, это Шрада и Садусанга, и принятие уровня Баджана Крия, регулируемого преданного служения и, по крайней мере, выйти на уровень надханеврития. По крайней мере, попытка развития нашей нашей идентификации как слуги и слуги Кришны, тот, кто пытается развить в себе эту идентификацию, себя слугой и слуги Кришны, то это и есть момент, где мы устанавливаем себя как слугу и слуги Кришны. Кришна отвечает на это в зависимости от нашей искренности. Поэтому без того, чтобы искренне пытаться совершать процесс преданного служения, принимая, что является благоприятным для Него, отвергать, что не является, а постоянно верить в то, что Кришна будет нас нашим лучшим другом. И если мы этого не делаем, то мы видим себя как кто-то другой, и что у нас есть интересы за пределами интересов Кришны. Эти вещи мы должны остановить, их мы должны перестать культивировать. И процесс заключается в Ябичарина Брама Буя Ябичарина стих. Тот, кто полностью занимается предным служением, который не прерывается ни при каких обстоятельствах, не выходит из-под влияния огонь материальной природы и выходит на уровень Брама. вы должны понимать необходимость в том, чтобы заниматься благоприятным предным служением, непрерывным, стабильным. Если вы будете принимать это очень серьезно, насколько это возможно, а иначе ваша решимость будет постоянно прыгать вверх-вниз, сверх-вниз. Иногда вы будете счастливы в сознании Кришны, а иногда вы будете пытаться быть счастливыми в материальном сознании. Я помню, что вы сказали, что следовать наставлениям и служить наставлениям предан духовного учителя это более важно, чем вапу-сева, потому что вани нам доступно в любых обстоятельствах, в любое бремя, что мы должны помнить эти наставления и служить им, насколько это возможно. Таким образом мы сможем получить общение с преданными. И тогда также тот факт, что когда мы пытаемся помочь другим получить общение с Шилой Прабхатой и Кришной, тогда мы будем общаться с ними. таким образом мы можем не только помочь им получить это общение, но мы также это тоже с ракетой праба, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Вчера были очень хорошие выходные, потому что мы вышли на Харинаму с преданными. И это было так здорово и вдохновляюще увидеть этих людей, которые совершают греховную деятельность. Они становились очень счастливыми от воспевания святых дни. Некоторые из них хотели подпевать нам с Махамантрой. И потом я вернулся с преданными на ферму, и там мы на ночь остались. И там было так здорово. Это было так здорово. У меня получился духовный бутерброд с двух сторон. И большое спасибо за Ваше благословение. Очень хорошо, очень рад. Спасибо Вам всем большое. Кумари, Дэвидаси. Есть вопрос в чате. Хорошо, читай. В чате. Я не вижу в чате. Вижу. От Гайя Три. Дорогой Гуру Махараси. Я заметила, что преданные теперь получают инициацию от... Как будто от GBC, а не от Шилы Пропады. Почему GBC же ведь не парампара? Я не знаю, о чем ты говоришь, что кто-то был инициирован от имени GBC. О чем ты? Нет. Требование, что мы должны следовать наставлениям GBC, но я не знаю, что они получают инициации от имени GBC. Я никогда не был GBC, извините, я никогда лично GBC с GBC не знаком. GBC, я знаю преданных, которые входят в GBC, но я не... То есть это коллективная вещь. Поэтому мы должны следовать их, используя наш ум и разум, и мы должны следовать их наставлениям. Мы должны, так как они являются правильным авторитетом, мы должны следовать их наставлениям, насколько это возможно. Спасибо большое. Грэнда Расиман, Багаваги-гита, ки-джай. Ки-джай. Ку-рэминэнди.